Если вы готовы, то я начинаю. Меня зовут Алексей Брагин, представляю проект по разработке операционной системы под названием Realtors. Что это такое? Кратко рассмотрим, что мы сегодня увидим из этой презентации. Это новая операционная система, открытая для существующего программного обеспечения. Объем рынка операционных систем в 2010 году, по данным Гартнер, составил 30 миллиардов долларов. Рост этого рынка в 2010 году составил почти 8%. Доход лидера рынка от его подразделения, занимающихся операционной системой Realtors, составил более 18 мая в 2011 году. Инвестиции нам будут нужны для конвертизации нашего проекта, который сейчас разрабатывается исключительно на некоммерческие принципы. Итак, рассмотрим, какой у нас продукт. В чем его смысл? Проблема в том, что нет альтернативной совместимой операционной системы. У нас есть Apple Mac OS, у нас есть Linux, у нас есть еще много разных чего. Но для того, чтобы операционная система работала с существующим программным обеспечением, у нас применяются всякие какие-либо дополнительные средства. Итого, решение. Realtors представляет собой открытую операционную систему, которая изначально совместима с лидирующей сейчас платформой Windows. Ну и, соответственно, преимущество для покупателя, это более эффективная операционная система, то есть она меньше, быстрее, энергоэффективнее. Потом, мы придерживаемся абсолютно другого подхода к лицензированию. То есть то, что сама операционная система бесплатная, мы не продаем наш продукт, не планируем его продавать, скажем так, в коробочной версии. О способах монетизации будет сказано и дальше. Ну и, конечно же, самое главное преимущество для покупателя, это то, что наша система совместима с существующим программным обеспечением и оборудованием. Вот на следующем слайде рассмотрим рынок. Извините, но именно Microsoft. Совместима именно с Microsoft. Да, именно с Microsoft. Я сейчас на следующем слайде об этом покажу подробнее. Вот, рынок. Как видим, лидер рынка, это, естественно, Microsoft, который занимает 84%. И оставшиеся проценты, можно увидеть, что поделены между различными игроками. Это Microsoft, Apple, Google и Linux, потому что это... Можно за другой вопрос, а у вас 6%? Как вы это считаете? Это, по данным, я могу привести ссылки, но это не я считаю. Да, 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 а Android вопрос, это очень интересно. Да, ну просто, как бы, у вас есть IPCs, да, а есть Mobile Devices, да, там, iPhone и iPad. То есть чисто по численности сравнение. Но если сейчас все это посмотрим, я попрошу посмотреть до конца, потом мы будем возвращаться на слайде, я буду комментировать. По доходу лидера рынка по годам тоже можно увидеть, это тоже официальные данные, легко, которые могут пройтись. Вот Сергей Глаус, сооснователь этой компании, которую он Кэпитус и Параллельс, он очень интересно сделал запись в Твиттере, не так давно, который рассказывает про платформы и приложения, которые разработаны под эти платформы. Вот здесь очень важный момент в том, что сколько именно оценить приложения, то есть так как некоторые часто говорят, что вот все переходит в облака, это может быть уже не нужно. Вот как раз здесь очень хорошо заметно, что под Microsoft Windows есть 4 миллиона приложений, это включая как раз и Mobile, и все остальное вместе. То есть вот этот обзор, это все уже вместе. 80% разработчиков и 70% пользователей. Такие данные приводит он. На втором месте идет Apple, у которого ориентироваешь на 1 миллион приложений. И на третьем месте идет Linux плюс Android, которые, соответственно, полмиллиона мобильных приложений и 30 тысяч пакетов в репозиторию 5% разработчиков. Как бы отсюда очевидно следует, на что нам нужно ориентироваться. Итак, тенденция развития рынка, в данном случае современные мировые тренды, как я это успел на своем опыте заметить, то, что производится уход от традиционных моделей, лицензированных операционных систем, когда мы платим за то, что покупаем свою систему, покупаем за то, чтобы ей владеть исключительно. Асуществует переход уже на услуги, на облачные технологии. Ну и, естественно, идет предпочтение открытых технологий закрытым. Это как бы факт, который уже свершился. Ну и, естественно, ориентация на мобильные устройства. Мы сейчас видим, как этот рынок активно растет. Ну и что касается нашего проекта, то рыночные потребности, то это потребность в хорошей, эффективной альтернативе существующим лидерам. В силу ряда причин я их потом могу озвучить и обсудить. Но это уже тоже как бы стонировал 6Х. Далее, конкуренты. Это непростой вопрос. Я сейчас написал в данном случае, что прямыми конкурентами являются вот эти три игрока рынка. И выделил Apple Mac OS как субститут. Но об этом я также отдельно прокомментирую, потому что мы не хотим рассматривать Microsoft как своего прямого конкурента в данном случае. Я расскажу, почему. Итак, что у нас в проекте и следующего их преимущества есть? Ну, во-первых, это то, что мы используем современные технологии по сравнению с другими игроками рынка. Я говорю, у Microsoft. Microsoft также используется в современных технологиях. Потом энергоэффективность. Даже если сравнивать уже с лидером рынка, у нас в данном случае эффективность будет достаточно выше, из-за того, что наша система, как я люблю говорить, меньше и эффективнее, меньше и быстрее. Я являюсь лидером проекта с 2005 года. И за это время, с того момента у нас уже из достижения можно выделить высокое узнавание бренда реакции во всем мире. И это также покажу на последнем слое. Это будет наглядно видно. Развитая инфраструктура, она практически в уровне масштаба предприятия. Это автоматическое тестирование, это средства разработки и все прочее. Мы получили целый ряд грантов небольших, выигрывали в различные конкурсы. И регулярно выпускаем экспериментальные сборки, которые энтузиастам тестируют. Сейчас модель развития. Это открытое сообщество и планируем коммерческую разработку. О чем я вам сейчас и рассказываю. Маркетинг будет осуществляться, если так, очень-очень условно, как энергоэффективная, небольшая и быстрая операционная система. Если рассматривать будущую структуру сделки, то это либо участие венчурных инвесторов, либо это краудсорсинг кикстартер, либо это некоторое их совместное участие. Форма участия, естественно, доли в компании. Из того, что мы уже получили, это инвестиционные транши и гранты. Это мы с краудфандингом собрали около 20 тысяч долларов. И от различных грантов от Google, LG, немецкого банка и прочего-прочего получили примерно 40 тысяч долларов. Но сейчас мы развиваем только некоммерческое направление. То, о чём я говорю, это будет уже коммерциализация этого проекта. Как я вначале сказал, цель инвестиций – это сделать коммерческий продукт. По финансовой модели я… Есть же вайн какой-нибудь, да? Сейчас отойдём до конца, и тогда уже будет интересная сессия вопросов. Какой-то будет время многочёк светить. Да, ну, а так как здесь требовался какие-то инвестиционные спередизы… Это для рекламы по времени? Да, да, конечно. Вот финансовая модель. У меня есть полнейший расчёт по кэш-флоу по каждому месяцу. На чём зарабатывается? Расчёт. Да. Поток денежных потоков. Есть 10 денежных потоков. Вообще говоря, у меня есть бизнес-план на более чем 30 страницах, но условно говоря, это услуги, это реклама, это, опять-таки, сопроводительные услуги по… Скажите, по-моему, это не совсем, потому что в данном случае мы ещё ориентируемся на массовость распространения инвестиционных лимитов. Снимает один процент, но сложно… Да, что-то реально ему собрать, допустим, от той же рекламы, как Google, они не могут. В нашем случае у нас планируемый рынок значительно больше этого одного процента. Но здесь можно посмотреть все финансовые выкладки, они, как я уже говорил, у нас полностью подведены. Потому что, значит, что сайтернов инвестмент более около 106, и в последнем году есть даже чисто дисконтированный доход, который, в принципе, для такого венчанного проекта считать бессмысленным, так как в начале нанести с 1 миллион, конечно, уже там прибыль получает чисто дисконтированный доход из 155 миллионов. Влияние этого дисконта, оно минимальное. Ну, и насчёт оценки компании стратегии выхода, если она… за последний год это 109 миллионов, в честь дисконтированного дохода при ставке 10%. Способ выхода для такой компании, я думаю, это IPO, срок 34 года. Предполагаемый цена для инвесторов – 1 миллион. Рисерс. Что здесь важно? Мы же выделим основной риск – это важные юридические претенги к конкуренту. Необязательно Microsoft, но, тем не менее, у нас есть и софтверные патенты у нас есть, copyright и всё прочее. Каким способом мы их пытаемся снизить, их нельзя полностью зафиксировать. Мы соблюдаем частоту разработки, то есть мы те патенты, которые возможно нам узнать, мы их не нарушаем. Мы уважаем все сторонние лицензии, которые мы сотрудничали с проектами. И, естественно, как один из способов защиты – это открытый метр, когда децентрализация разработки открытых моделей. Нет такого единого центра, по которому можно засудить и закрыть. А вы много там на децентрализации? Здравствуйте, я вам сейчас расскажу. Немножко про себя скажу, что я в предыдущем многих лет этим проектом занимаюсь. То есть это не что-то довольно новое. Также, помимо этого, я закончил МГТУ Баумана, получил там магистра, и помимо этого еще изучал экономическую теорию, финансы, фондовый рынок. То есть я представляю, что это такое. Руководил небольшими командами от 5 до 10 человек, это по другим проектам, и являлся сооснователем двух стартапов в Техасе, США. Что, я думаю, тоже не совсем рядовой бог. Ну и, естественно, помимо меня еще есть около 200 человек, которые программисты, испортатели, специалисты по продвижению юристов, которые пока что на общественных началах с нами взаимодействуют. Ну вот в заключение опять повторю, что инвестиции требуемые около 1 миллиона, годовой оборот, если инвестировать сейчас на 2017 год, будет около 100 миллионов, в чистое дисконтированное время за последние 209, за все годы. И вот о популярности проекта такой интересный график, если мы сравним с теми, случайно выбранными, только это очень хороший проект, я ничего о них не говорю, они тоже, ребята, старались и все заслуживаются верить, но чтобы иметь понимание, о чем идет речь, то здесь это наглядно отражается. Теперь перейдем к вопросам. Аграционная система для PC, правильно? Нет, одну секунду. Значит, как мы это планируем? Это некий, такую можно применить концепцию лего. То есть мы строим универсальную, которую производим систему. Естественно, она портирует. То есть сегодня она на PC работает? Сегодня она работает на PC и частично портирует на ARM, и частично на PowerPC. Но PowerPC это, в данном случае, уже... Ну, просто проблема такая. Проблема такая, вы видите, что там мобильные приложения, и вот тест только 10, почему я на ней восстановился. Она как бы, Android не занимает 3% или 5%. Если смотреть по девайсам или по юзерам, реально, если не уже больше, чем PC, то ближайшие годы больше, чем PC. Нет, я вас уверен, я отвечу от PC. Нет, нет, больше, чем PC. Но так или иначе, я думаю, что буду с вами долго спорить, что мы почему-то отходим от PC. Нет, мы не будем лопать на шпорий. Мы по этому поводу согласимся. Слушай, я как раз говорил с легендарным инвестором, William Tide. Именно по поводу вот таких устройств и операционной системы для них. Сейчас здесь используется Android, так называем, да? Он на основе Linux. Какая есть проблема? Всем хочется, чтобы вот это устройство работало дольше от батарей. А в чем здесь смысл? Энергоэффективность. Энергоэффективность только если будет, как я опять-таки говорил, маленькое быстрое энергоэффективное ядро. Вот это ядро и можно использовать нам от React. Оно в принципе как раз... Просто ли фокусируемся только на мобильные приложения? Там ядро 3% занимает. Нет, мы сейчас фокусируемся на том, что универсальное ядро и наиболее простой вариант это для PC-шек и виртуальных машин для того, чтобы запускать, скажем так, Windows-приложения на других платформах, как вариант. Также это встраиваемое устройство. Рынок встраиваемых устройств довольно большой и финансовая модель почти не именно исходя из него. Это банкоматы, это кассовые терминалы, это различные автоматы по продаже билетиков и прочее. Они тоже сейчас лицензируют Windows, либо используют Linux. Просто идея классная, мне как технология это нравится. Я вас спрашиваю, зачем она? Если мне надо Windows, я включаю Linux. Если мне надо Unix, я включаю Unix. Абсолютно верно. Но здесь есть... И к тому же все равно скоро мы не будем еще включать, у нас будут только планшеты. Мы будем включать планшеты, а планшеты не работают без операционной системы. Слушайте, а вот все-таки не слишком неподъемная задача создавать такой совместимый на очень низком уровне операционную систему с Windows, при том, что Windows закрытая. Ну, во-первых, документация столько по месту, просто столько книжек. Причем наши люди соавторы этих книжек, что как-то намекают. Поэтому задача, в принципе, решаема. И задача уже частично решаема. Ну, понятно, что это научно, наверное, решаема. Нет. Как раз решаема практически. Да, практически. Можно и 5-7 лет. Даже больше. Да. А, конечно, сколько у вас? А может, сколько месяцев было Windows на этот период времени? Но, тем не менее, Windows с тех пор так не изменилось. Добавился датнет-фреймворк. У нас работает фреймворк. Ставим мы. А вот все-таки вот эти вот субситуты типа Vine, там, как там, где-то же... Да. Вы даже не упомянули конкурентов. Там не проще путь. Потому что их конкурировать. Я об этом уже многократно говорю с людьми. Те, кто их реально использует. И у нас есть уже реальный заказчик в Швеции. Это крупная телекоммуникационная фирма, которая сейчас использует разрешение на основе Vine. Но она им недовольна и хочет перейти даже на Reactors внутри виртуалки, который будет быстрее. Просто технически что проще сделать? Вот Vine? Улучшить Vine, да? Или все-таки это делать? А, нет. Тут технически очень просто все. Дело в том, что улучшить Vine, если его улучшить в пределе до бесконечности, то получится Reactors. Поэтому, то есть это заменить ядро, на котором он работает, на более эффективность. Заменить графическое существенное. А как они не дам основная критика в адрес Vine? Не производительная. Да. Основная критика это в адрес Vine. Вы же понимаете. Через год. А нет, она не решает. Эта проблема не в самой Vine. Проблема в том, что он должен всегда быть надстройкой над ядром Linux, а сверху иметь надстройку в виде графической подсистемной X Windows, которая сама по себе еще проектировалась в далеких годах и, мягко говоря, не очень быстро. То есть, поэтому придется вот это все переделать. Я уже это анализировал как бы. Человек с бизнес-подходом. Я подумал, может быть, мне что-то сделать на основе Linux Plus Vine? Ну, у меня опять получается ремка. То есть, зачем ты тратить свои силы на что-то еще, если нужно вот это все переделать в хорошую систему. Они строят как... Некоторые разработчики, я не люблю этот термин, но они любят говорить, что война костыли и подкорки. Ну, это, конечно, не так. Там люди тоже довольно уважили. Большое ресурс сделать. Но, отчасти, вот они ограничены именно вот этими вот рамками этой операционной системы и совместимости с ней. Алексей, в какой сегмент вы будете выходить в первые продажи целеводов, ваш самый целевой сегмент? Первый целевой я просчитал, как, наверное, сейчас мне более эффективно. То есть, как я говорил, то, что там определенный харт-вэр и определенный сайт. А сколько стоит версия Windows? У меня есть детальные подсчеты. Там различные методы лицензирования. Там и на одно выпускаемое устройство, и на несколько. Естественно, оно будет в разы больше, чем, наверное, просто. И еще есть перспективное направление, еще не рассказать это. Серверное направление. Сейчас там, где те, что не может использовать Linux, в силу каких-то причин, используют Windows. А там политика лицензирования. Очень интересная. Допустим, если я даже хочу запускать в виртуалке 4 сервера и иметь неограниченное число подключаемых клиентов, то мне надо заплатить около 12 тысяч долларов. Это совсем недавний расчет. Это Windows сервер 2010. В данном случае это довольно проблематично. Если я захочу запустить 5 виртуалов. Мне, допустим, как начинающему стартапу 12 тысяч заплатить просто за лицензирование, это довольно дорого. А использовать и иметь все проблемы с Linux, связанные, тоже невероятно. Поэтому вот такая ниша еще обращается. Люди покупают... Последний вопрос. Люди... Рыбок есть, покуда Linux уступает национальности, приложения под Linux уступают. Потом-то не надо будет. Да. Они уже... Сколько они уже уступают? Нет, она перейдет в мобильный. Да, еще один момент про конкурентов. Я обещал сказать вначале. Мы не рассматриваем на самом деле сейчас Microsoft как главного конкурента. Потому что Microsoft и так, и без нас теряет рынок, немножко утекает к Linux и прочим системам. Даже если мы возьмем вот эту часть, это уже наша компания обеспечит достаточную прибыльность для того, чтобы иметь разработку на следующий и занимать уже больше рынка. То есть мы не стремимся быть программами Microsoft, в отличие от всяких разных других маргинальных направлений. Здесь мы скорее работаем совместно. А вот что будет потом, это уже будет видно. Алексей, спасибо большое. Спасибо вам за интересные вопросы. Они все были по теме. Спасибо.